По согласованию. Итак, какая у нас схема согласования? Такая некая цепочка действий. Опять же, если бы мы с вами встретились, предположим, не 10 лет назад, а лет 5 назад, то опять же все было проще. Например, вы самостоятельно, как собственник жилья, или вы как дизайнер, или ваш дизайнер, могли сделать планировку, какую вам нужно. То есть все вычертили, все красиво, в размерах, в специализированной программе, все здорово. И на основе этого чертежа могли провести согласование. То есть это действительно работало. Я с этого начинала, никаких глобальных сложностей, если у вас нет каких-то супер корректировок и изменений, то это все тоже проходило. Сейчас нет. Сейчас вы обязаны пройти через специальную кампанию по согласованию. Так или иначе, но вы по факту через нее проходите. Что это значит? Расскажу классический пример. Мои заказчики купили квартиру, мы начали делать проект, и первый вопрос, который я им задаю, будете ли вы согласовывать перепланировку? То есть надо понимать, что это вещь добровольная, вы можете не согласовывать, и каждый выбирает по себе. Потому что, естественно, согласование — это время, это деньги, это некие действия, которые надо совершить, и многие на это дело забивают. Поэтому об этом сейчас тоже я расскажу. Итак, рассмотрим классический вариант. Все-таки мы живем по правилам, мы решили согласовывать планировку. Наши действия. Мы заказчиками делаем планировку, какую мы хотим, исходя из всех норм и правил, которые, соответственно, я знаю. Когда мы полностью все сделали, как мы решили, что будет все хорошо, и мы готовы уже согласовывать, то я отправляю данную планировку в компанию по согласованию. Они так называются, компании по согласованию. Их много в интернете, разные массы вариантов, разный ценник абсолютно у всех. Так вот, отправляю в компанию по согласованию, и они мне делают коммерческое предложение. Сколько стоят их услуги по созданию проекта, по созданию дополнительных проектов, если это требуется? Сколько стоит их услуга на само согласование и так далее и тому подобное. То есть целая цепочка действий. Если заказчика все устраивает, он оплачивает, компания все делает и всем все хорошо. Если заказчика не устраивает, он хочет это все делать самостоятельно, то он просто берет мой проект, идет в соответствующие государственные органы, в жилинспекцию и так далее, и самостоятельно все это пытается сделать. В любом случае идеально самостоятельно не получится, нужен проект перепланировки, без него не бывает сейчас проекта по согласованию, и он в любом случае будет за что-то платить. Вопрос масштабов и вопрос, сколько он простоит в очередях и так далее и тому подобное. Так вот, если мы говорим о проекте перепланировки, что это такое? То, что согласовывается. Когда дизайнер выдает чертеж, планировка, казалось бы, да, все понятно, то обращаясь в компанию по согласованию, заказывая у них проект перепланировки, вы получаете в принципе такой же чертеж, ну по смыслу своему, но от сертифицированной организации, у которой обязательно должны быть лицензии, она должна быть в составе СРО, у нее должны быть лицензированы все инженеры, проектировщики и так далее. Они ставят свою печать, они пишут, по каким нормам произведена перепланировка, и по каким нормам все это будет согласовываться. И выдают вам вот такой вот проектик. То есть ничего нового там нет, просто это официальный документ. Вот, собственно, весь смысл всего, что я вам сейчас рассказывала. Получить официальный документ. Потому что смысл всего в том, что неважно, по правилам вы все делаете или не по правилам, но если у вас нет бумажки, то вы вне закона. То есть вам нужен документ, который будет подтверждать, что ваша планировка согласована. И когда вы получаете этот проект, вы уже можете либо через компанию согласовывать, либо идти сами своими ножками и, соответственно, там стоять в очередях, и это как-то согласовывать и так далее и тому подобное. Ну, говорят, служба одного окна работает. Не знаю, у меня у заказчиков не получалось. То есть им приходилось все время идти по сложной схеме. Если вы сделали проект и его согласовали, все, вы должны получить новый план БТИ. Как только вы получите новый план БТИ, все, у вас это навечно. Проект, он действует, пока закон не поменялся. То есть проект, который не имеет суперфинального согласования, только проект. То есть вот на данный момент этот проект правильный, и с ним все хорошо. Пока закон и действует, с ним все хорошо, у него нет срока давности. Потом, соответственно, вы можете через год его согласовать. Пожалуйста, закон не поменялся, проект подходит под существующий закон. Но если вдруг вы все сделали хорошо и завтра закон поменялся, то, следовательно, на выбор с проект делаем заново. Самое главное в нашей жизни что? Бумажка. Если у вас есть бумажка о том, что у вас правильно согласованная планировка, а потом поменялся закон, то, в принципе, никого это больше не волнует. Это, да, так можно оставить. У меня сейчас такие вопросы создают. То есть многие люди согласовали там прошлые годы то, что сейчас уже запрещено, но у них есть документы, они прекрасно живут, и все хорошо, и все замечательно. То есть главное — получить вовремя документ. Смотрите, на самом деле, если у вас существующий, например, новый жилой комплекс, то есть вот прям вот вы купили свежую квартиру, то там проверки проходят постоянно, как бы вы постоянно на них нарываетесь и так далее. Если не настолько все... Смотрите, самый главный, как бы, такой катализатор, после которого происходят проверки, это жалобы соседей. Поэтому если соседи пожалуются и к вам постучатся, то дальше все, как бы вашу квартиру ставят там себе на отметку, что есть какая-то проблема, и будет периодически ходить. Вы можете там где открывать, еще что-то, но это будет уже проблема. Все, вы как бы в конфликтных отношениях будете. Продолжение следует...